МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Как сервис Народный инспектор мобильного приложения Добродел помогает бороться с нерадивыми водителями? Обращения, которые поступают от жителей, поступают в областное Московское область управления. Предприниматели муниципалитета активно принимают участие в благотворительном мероприятии «Неделя доброты и щедрости». Очень мне все нравится. Я вообще люблю такие мероприятия. Подведены итоги конкурса, в ходе которого дети сотрудников полиции рисовали своих пап и мам. Так, держись, мужичок. Наверное, в полицию потом вырастешь, подержи, да? Надоело наблюдать автомобили на газонах и детских площадках, не вывозят мусор из-за горя автолюбителей. На помощь придет сервис «Народный инспектор» мобильного приложения Добродел. Как он работает, разбиралась наш корреспондент Екатерина Борисова. Плотно заставленная автомобилями проезжая часть, придомовые территории, машины на газонах и даже у контейнерных площадок для сбора мусора. Увы, знакомая картина для многих из нас. Но нехватка парковочных мест не оправдывает правонарушения. Правонарушителям грозит в случае ограничения доступа к контейнерной площадке штраф от 3 до 5 тысяч рублей за стоянку на участках с зелеными насаждениями от 1 тысячи до 4 тысяч рублей. Сотрудники Госатомтехнадзора регулярно проводят рейды для выявления таких горе-автолюбителей. Но помочь призвать правонарушителя к ответственности можете и вы. Сервис «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел» быстро определит ваше местоположение, позволит записать короткое видео и отправит его в ведомство. На запись видео вам потребуется не более 15 секунд. Обойдите машину кругом, чтобы видно было госномер и то, что она действительно припаркована с нарушениями. С помощью «Народного инспектора» можно также призвать к ответственности за парковку на газонах детских площадках и выброс мусора из автомобиля. Обращения, которые поступают от жителей, поступают в областное Московское область управления, где проходит модерацию, направляются уже по подведомственности в территориальные отделы, где мы уже направляем запросы, соответствующие по собственникам транспортных средств и привлекаем уже к административной ответственности. На рассмотрение обращений и привлечения к ответственности правонарушителей уходят не более двух недель. Еженедельно в муниципалитете выносятся более 15 постановлений. Всего же за последние три месяца жителями Московской области было отправлено более 7 тысяч сообщений о нарушениях. Более двух тысяч автовладельцев были оштрафованы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. С последнего сильного снегопада, обрушившегося на Подмосковье на этой неделе, прошло уже два дня, но уборка снега все еще продолжается. В некоторых дворах по-прежнему, как говорится, не пройти, не проехать. Это территория возле дома 74 по проспекту Ленинского комсомола. Сюда, как можно увидеть, коммунальщики до сих пор не добрались. Единственное, над тротуаром точно поработали дворники. А это Жуковский проезд. Техника уже работает, расчищена от снега и наледи. Большая часть дорожного полотна, но территория у дома и детские площадки по-прежнему не убраны. Так в какие сроки коммунальщики должны ликвидировать последствия непогоды? Уборка территории после окончания снегопада должна быть завершена в течение суток. Допускается временное складирование снега на зеленых насаждениях без реагентов, без песка. Временное складирование до суток. После чего должно быть все вывезено на специально отведенные снегосвалки. В первую очередь приводят в порядок так называемые социально значимые объекты. Остановки, пешеходные тротуары, автомобильные дороги, территории образовательных и лечебных учреждений, детские площадки. Сотрудники Госадмтехнадзора в ходе рейдов выявляют территории, не убранные от снега и наледи. В случае невыполнения работы по уборке территории, соответственно, организация обслуживающая вызывает в территориальный отдел, где уже составляется протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена штрафом от 15 тысяч рублей. Если в вашем дворе по-прежнему не убран снег, сообщите об этом через портал Добродел. Приложите несколько фотографий. Срок отработки обращений категории «Снег» составляет 24 часа, то есть в течение суток. Все работы должны быть выполнены. Подведены итоги конкурса, в ходе которого дети сотрудников полиции рисовали своих пап и мам. В Ленинском управлении МВД в творческом состязании приняли участие 20 ребят. И выбрать победителя было нелегко. Вы вложили свой труд, и с учетом этого мы решили вас поздравить с наступающим Новым годом и преподнести небольшие, но, надеюсь, для вас важные подарки. В актовом зале управления МВД царит праздничная атмосфера, но людей в форме полицейских меньшинство. Маленькие непоседы сегодня главные виновники торжества. Здесь награждают тех, кто принял участие в конкурсе рисунков «Мои родители работают в полиции». Так, держать, мужичок. Наверное, в полицию потом вырастешь, пойдешь, да? Да, вы, да. 7 октября стартовала всероссийская акция, в рамках которой дети работников полиции рисовали своих мам и пап. В Ленинском управлении МВД в конкурсе приняло участие 20 ребят, которые получили награды в трех возрастных категориях. Дети есть дети. Они каждый по-своему вкладывают душу, каждый видит свое, как и в родителях, так и в стороне, скажем так. Поэтому, ну, оценивать было нелегко. Детская фантазия – это настоящий фейерверк эмоций, а потому многие авторы смело выходили за рамки условий конкурса. А строгому жюри действительно пришлось нелегко. Я нарисовала маму, Бекки и себя. Я нарисовала папины предметы, которые нуждаются в работе. Какие это предметы? Это наручники, пистолет, патроны и фуражка. Я нарисовала папу, и я научилась рисовать в библиотеке. Мама – полиция. Я нарисовала маму, медсестру со мной. Практически все участники в этот день получили дипломы и сладкие подарки. Ну, а какие же подарки без обязательных стихов? Яркими шарами радует народ. Скажем вместе с нами – здравствуй, Новый год! Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» проводится с 2014 года. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Предприниматели муниципалитета активно принимают участие в благотворительном мероприятии «Неделя доброты и щедрости», организованном Торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа. В рамках этой акции в Видновской пекарне для участников программы «Активное долголетие» был проведен творческий мастер-класс, посвященный культуре Финляндии. Занятие началось с финской польки. Участники проекта «Активное долголетие» с удовольствием осваивали движение ритмичного национального танца. Движение очень простое. Вот так мы делаем ножка. Раз, вот так два, вот так три, четыре. И меняемся. И так же в другую сторону. Творческим вдохновителем мастер-класса выступила предприниматель Ольга Романова. Такие мероприятия она проводит на постоянной основе. Не только для людей старшего поколения, но также и детей. Это такая интерактивная история. Когда мы погружаем взрослых в страну, мы рассказываем им об обычаях страны, об особенностях. Вовлекаем в музыкальное сопровождение этой страны. Соответственно, танцуем, занимаемся. Делаем поделку на тему страны. Тема мастер-класса была выбрана не случайно. Приближаются новогодние праздники. А эта северная страна всегда ассоциируется со снегом, оленями и финским Дедом Морозом. Очень мне всё нравится. Я вообще люблю такие мероприятия. В общем, всегда это поднимает настроение. И тем более перед Новым годом. В познавательной части гостям рассказали о культуре и традициях финского народа. Далее приступили к изготовлению рождественской игрушки. Сюрприз оказался совершенно сказочным. Финским, считайте. И само место, куда мы пришли, оно тоже немножко сказочное и немножко финское. Поэтому мы пришли, потанцевали. То есть, естественно, подняли ещё настроение. То есть, сейчас мы сидим, трудимся. И в каждом дому будет этот самый финский Санта-Клаус. Анна Юргышева была в Финляндии несколько раз. Больше всего её поразила удивительная природа этой страны. Очень много вдоль дороги валуны стоят. Вы знаете, вот таких больших размеров я не видела камней. И вот по легенде, или это правда, может, наверное, было, да, что во время ледникового периода вот эти камни, они как бы вот катились-катились, они прикатились вот именно в Финляндию. И они там до сих пор стоят. Мероприятие продолжилось чайпитием под финскую национальную музыку. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Более 500 детей и взрослых приняли участие в конкурсе «Рождество Христово». Он проводится Видновским центром детского творчества. Импульс уже в 21-й раз. Это у нас витражная техника, точечная, вот техника точечная. И вот смотрите, это рождение. Рождение Христа. По этой выставке можно ходить часами и не только из-за количества работ. Их более 500, но и оценивая высокий уровень мастерства участников конкурса «Рождество Христово-2022». Даже членам комиссии нередко приходится гадать, из чего сделано то или иное произведение искусства. Иногда мы тоже так удивляемся, не знаем, что это такое, начинаем как у нас, ну специалисты начинаем рассматривать, из чего же это сделано. У нас опытные специалисты, поэтому мы рассматривая, уже понимаем, из чего это сделано. Но техники разные. В 21-й раз проводится конкурс, посвященный одному из важнейших христианских праздников. Этим продиктована и тематика работ. В комиссию входят не только профессиональные художники и искусствоведы, но и священники. И не только уровень мастерства, но и идея имеет огромное значение. Были работы просто очень необычные. Они так открывали этот праздник и восприятие этого праздника, что вот несмотря на, может быть, низкую какую-то или не очень высокую художественную ценность, но сама идея, сам посыл был столь оригинален, что мы их делали, вот занимали они первое место. За долгие годы в конкурсе приняли участие тысячи жителей Ленинского городского округа. Самому юному участнику 5 лет, самому взрослому 76. И организаторы, которым приходится ой как нелегко, делают так, чтобы никто не ушел без награды. Каждая работа, детская особенно, вот хочется, чтобы она была отмечена. И, вы знаете, прямо сердце крови обливается, когда вот работа чуть-чуть не дотягивает до призового места. Но вот у нас утешительный всегда приз такой. Мы непременно делаем спектакль. Каждый ребенок, каждый участник получает в качестве подарка спектакль и сладкий подарок. Принять участие в конкурсе любой желающий может и сейчас. Подведение итогов еще не началось. Так что, если вам не безразлична эта тема и вы чувствуете в себе творческие силы, дерзайте. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!